В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Запастовка водителей маршруток. Они недовольны введением безналичной оплаты за проезд. Легендарный журналист, писатель и телеведущий Леонид Млечин приехал в Рязань, чтобы поговорить со своими коллегами о развитии современной журналистики. День защиты детей о тех акциях и мероприятиях, которые состоялись на рязанской земле. С сегодняшнего дня 260 маршруток города принимают безналичную оплату за проезд. Расплатиться теперь можно с помощью специальной карты УМКО. И по мнению учредителей, это значительно систематизирует движение в коммерческом транспорте. Вот только перевозчики, которых коснулась реформа, не согласны с этим. Подробнее расскажет Марина Комиссарова. С сегодняшнего дня в четверти всех маршрутных такси города запущена новая система, которая будет действовать наряду с просьбой «Передайте, пожалуйста, за проезд» и звоном наличных монет. В этот же день состоялась первая забастовка водителей – компания «Рязань-Трансавто». Причина недовольственного введениями, которые никто с ними не обсудил. – Какова заработная плата водителей маршрутки? – 8000. – 8600. – 8600. – Минималка по договору. – Ага. – Это официально. – А ваш руководитель с вами уже разговаривал по этому поводу или нет? – Нет. – Никто не разговаривал. – То есть вас просто принудили все? – Обязали, принудили и все. – Не советуются, не спрашивают ничего. – Если они не отмечены завтра, они не подъезжают на линии. – Конечно, любое нововведение люди привыкли воспринимать настороженные в штыки. К тому же при официальной зарплате в 8000 рублей живые деньги в руках водителей маршруток – единственный способ прокормить семью. О том, какие плюсы или минусы несет новая система, водителям, естественно, никто не рассказал. Именно поэтому маршрутчики Рязань Трансавта высказали свой протест не выходом на маршруты. Они возмущены, что их мнение не спросил никто. По словам водителей, особенно тяжело придется в часы пик, когда пассажиропоток очень большой. Для произведения необходимых расчетных операций на остановках придется стоять по несколько минут. Это, по мнению перевозчиков, приведет к пробкам и возможным аварийным ситуациям. По словам водителей, пока что они хотят решить вопросы мирным путем, выйдя на диалог с руководством. Но если директор Рязань Трансавта не пойдет навстречу, маршруты 47, 49, 73, 77, 85 и 88 будут вынуждены прекратить свою работу. Некоторые уже воплотили акцию протеста в жизнь. Есть ряд водителей, которые недопонимают, которые сегодня решили не выйти в рейс. Но это не очень большой процент на самом деле. Просто сегодня 1 июня и сегодня совпал еще этот день с тем, что вступил в силу отдельное положение закона о безопасности дорожного движения, которым предполагается запрет использовать водителям свои водические удостоверения, полученные в иностранных государствах. У водителей требование одно – отменить систему, в которой никто толком не разобрался. Недоумением маршрутчиков вызывает и тот факт, что на безналичный расчет перевели только представители Рязань Трансавта, в то время как остальные перевозчики эту идею не воплощают в жизнь. Мы работаем с остальными перевозчиками уже на протяжении пяти месяцев. Подобная работа проводится. К сожалению, она немного затягивается. И поэтому предполагается, что совсем в самое ближайшее время произойдет поэтапный переход всех перевозчиков. Когда на базу, где водители ожидали разговора, прибыл директор Рязань Трансавта, первое, о чем спросили у него водители маршруток, это каким образом они будут обслуживать весь пассажиропоток в часы пик. Развернулась дискуссия. А ради эксперимента в 4 утра берите машину, садитесь до 8, вечер до 9 отработайте и посмотрим, какой вы будете эксперимент, как вы будете в конце смены чувствовать. Так я вот вам рассказываю. Ради эксперимента эту систему мы тестируем уже полгода. И на газелях тестировали, и на пежо, и на фордах, и на автобусе новом. И водитель прекрасно успеет. На вопрос, почему другие перевозчики не переходят на безналичную систему расчета, Громов ответил, что все упирается в стоимость аппаратуры, слишком дорого. Однако у Рязань Трансавта такая возможность есть. Он подчеркнул, что продал свою машину, чтобы всех обеспечить этим аппаратом. Однако на вопрос о том, как будут распределяться средства, которые поступят в ходе безналичного расчета, Громов случайно проговорился. В первую очередь пойдут на погашение долгов за приобретение оборудования. При этом, по словам водителей маршруток, бесплатно они не могут на базе даже воды набрать. Стоимость услуги составляет 10 рублей. В первую очередь пойдут на погашение долгов за приобретение валидаторов. Куда деньги идут? А куда сейчас идут наличные деньги? Несмотря на то, что вы купили людям вот эти вот валидаторы, вы эти деньги потом отобьете, да, за счет? То есть все-таки не за свой счет, а за счет, получается, эти перегонки? Да. И точно так же, как и салли будут работать потом? Нет. Во время дискуссии Громов настаивал на том, что для водителей маршруток при переходе на новую систему расчета не поменяется ничего, только увеличится пассажиропоток за счет льготников. Директор отметил также, что если водители не устраивают такое положение дел, то он никого не держит. А в администрации города нас заверили, что транспортных коллапсов, если маршрутчики откажутся выходить на маршруты, не будет. Проблема, она будет решаться в любом случае путем дополнительного выпуска подвижного состава автоколонны 1310 по тем социально важным маршрутам, которые практически на 70% дублируют коммерческие перевозчики. Кроме этого, они и другие маршруты, на которых сейчас не установлен особ, они также дублируют те маршруты, на которых установлен особ. Поэтому те водители, которые решили не выйти на маршрут, ну из-за того, что может быть им что-то непонятно, неясно, они просто теряют свой доход. Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в Рязани. Авария случилась на Московском шоссе. Подробности далее. Авария произошла в четверг, 1 июня, около часа ночи. По данным госавтоинспекции, 25-летний житель Рязанской области, двигаясь со стороны площади Победы на автомобиле ВАЗ-2110, в результате несоблюдения дистанции врезался в грузовик ИВЕК, за рулем которого находился 30-летний житель Рязани. Подъезжал к светопору, загорелся красный, остановился. Вы откуда? Со стороны площади Победы ехали? Со стороны высокого вокзала. Открыли поверну. Еду, зеленый горел, потом загорелся красный, остановился. Дождался зеленый сигнал стаффор, то есть поехал дальше. Не набирая скорости, и вот ехал на машину. Сзади, да. В результате аварии 27-летний житель Рязанской области, ехавший на переднем сидении десятки, погиб на месте. Водитель и 24-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу. По данным ГИБДД, светопропускаемость передних стекол легкового автомобиля была намного меньше допустимого. Представители госавтоинспекции считают, что это могло послужить одной из причин трагической аварии. К другим темам. 1 июня во всем мире отмечается День детей. В России этот праздник многим известен под другим названием День защиты детей. Поэтому 1 июня – это в том числе и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми. Учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Традиционно сегодня в нашем городе прошло множество мероприятий. Среди них акция «Мое первое дерево». Родители рожденных в 2016 году детей, несмотря на рабочий день и дождливую погоду, собрались сегодня в разных точках города для того, чтобы посадить аллеи новорожденных. Эта акция получила название «Мое первое дерево» и прошла в нашем городе впервые. Она, как и многие другие акции 2017 года, посвящена Году экологии. Но кроме этого, она приурочена к Международному дню защиты детей. Я думаю, это символично. В День защиты детей все-таки здесь, оно же у нас называется еще «Аллея новорожденных». То есть дети родились в том году. И каждое семейное дерево, то есть, наверное, как-то немножечко в честь, наверное, может быть, малыша, родившегося в том году. То есть что-то новое, что-то растущее, новое, зеленое появилось в их семье. Об акции было сообщено на сайте администрации города. Желающих, на удивление, организаторов оказалось немало. Многие семьи решили не упускать возможности посадить свое семейное дерево. Первая из причин была то, что каждый человек должен сделать несколько дел. То есть это построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Сын у меня есть, дом я тоже построил, осталось только дерево. Тут такая возможность, но нельзя было не воспользоваться этим. В июле 16-го года Чита Прокопенко стала родителями во второй раз. И пока их маленькая дочь София наблюдает за процессом посадки дерева из коляски, сын Андрей активно помогает родителям. Мне нравится эта идея, потому что деревья очень красивые. И они дают нам кислород. Красотой и кислородом сегодня наполнили не только Нижний городской сад, но еще три района города. Акция «Мое первое дерево» прошла также в сквере у Дворца молодежи, в парке на улице Новаторов и на Скобелевском бульваре. В каждом районе Рязани сажали разные деревья. Здесь, в Нижнем городском саду, саженцы ясеня. Их сегодня было посажено около десятка. В других районах появились молодые рябины, каштаны и липа. По итогам акции каждый из участников получил вот такой сертификат, в котором указано, когда и в каком месте было посажено их собственное семейное дерево. Легендарный журналист, писатель и телеведущий Леонид Млечин приехал в Рязань, чтобы поговорить со своими коллегами о развитии современной журналистики. На встречу побывала и наша съемочная группа. Подробности далее. О красивых казенных словах, ложном пафосе и отсутствии глубины за внешней мишурой, говорил советский и российский журналист, международный обозреватель, телеведущий Леонид Млечин в библиотеке Горького на встрече с рязанскими журналистами. У стоящего перед нами человека несколько премий ТЭФИ, десятки документальных книг и фильмов, а также он в розыске. В Северной Корее Леонида Млечина приговорили к смертной казни после его документальных фильмов, в каждом из которых он копает до самой сути. Это вовсе не означает, что не должно быть развлекательный журналист. Но все в нашей жизни должно быть абсолютно все. Просто помимо развлечений есть еще и необходимость анализировать происходящее, помогать людям разобраться. Ну, если человек работает в шахте или на заводе, ну, ему некогда заниматься анализом, почему упал самолет. Мало того, рассказать ему, что самолет упал, и там погибло столько-то пассажиров. Кто-то должен выяснить, почему это произошло. Это дефекты конструкции или ошибка пилотов. Это делает журналист. Но журналист должен заниматься этим месяцами, где редакция, которая может позволить сегодня выделить бригаду, которая будет месяцами расследовать какое-то дело. Говоря о журналистике, многие обыватели прежде всего представляют новости, короткие заметки или сюжеты, в которых содержится информация о событии и нет анализа. К сожалению, в современном мире человек воспринимает лишь небольшие порции текста. Вдумываться, анализировать, осмыслять – времени нет. Под этот ритм подстраивается и журналистика. И таким образом угасает. Ощущение некого умирания профессии, оно сейчас нас всех преследует. Связано это с появлением интернета, социальных сетей, которые играют какую-то огромную и все еще непонятую нами роль. И необходимость приспосабливаться к этому изменению жизни, конечно, сильно влияет на журналистскую профессию. Что для меня, скажем, страшно – это гибель печатных средств массовой информации. Потому что печатная журналистика, особенно ее такие важнейшие жанры, как анализ и расследование, всегда были движущим локомотивом развития общества. Безразличие душ. Так Леонид Михайлович охарактеризовал состояние нынешнего общества. Говоря о неизвестных героях Великой Отечественной войны, нам должно быть стыдно. Неужели за 70 лет нельзя было узнать их имен или в точности восстановить события, при которых они погибли? Объясняется это исключительно ленью человеческой души. Леонид Млечин, как никто другой, показывает пример души пытливой, упорной, глубокой. Есть очень простой рецепт. Я, знаете, от рождения очень ленивый человек. Поэтому у меня обыкновенно в день два движения. В день, когда люди, более умелые коллеги успевают массу дел, я совершаю два движения. Утром сел компьютер и вечером встал. Встреча с легендой для каждого журналиста – напоминание о сути профессии, непростой, но очень важной. О том, что наша задача – вникнуть в суть, докопаться до истины, сделать скрытое явным. В Рязани стартовала 13-я летняя корпоративная спартакиада Роснефти. Для того, чтобы принять в ней участие, в нашем городе собралось более 300 спортсменов из восьми дочерних предприятий нефтяного гиганта. Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала хозяйкой зонального тура уже в четвертый раз. Подробности в нашем сюжете. Ловкость движения и быстроту реакции показали спортсмены-нефтяники. Более 300 человек приняли участие в зональном туре летней спартакиады Роснефти. Борьба развернулась в 11 видах спорта. Индивидуальное мастерство молодые люди и девушки показали в шахматном турнире, настольном теннисе и гиревом спорте. Однако основной упор в состязаниях делался на слаженную командную работу. Мы готовились давно. У нас тренер есть, который нас подготовил к этим соревнованиям. Мы уделяли достаточно много времени тренировкам. Как минимум это было три раза в неделю. И также каждый тренировался сам по себе еще. Екатерина Степанова приехала в составе саратовской сборной. Всего в состязаниях принимают участие спортсмены из восьми дочерних предприятий Роснефти. Среди них представители Украины, Удмуртии, Саратова и других. Все они прошли жесткий отбор на родных предприятиях. Ведь около 20% сотрудников регулярно занимаются спортом. Это один из ключевых пунктов социальной политики компании. Для поддержания формы работникам арендуют залы и организуют внутренние турниры. Самым крупным из которых стала летняя спартакиада. Я, как начальник состанавливания, являюсь примером для своих работников. Чтобы люди не только думали телефоны и вредные привычки, но и есть живой пример, когда можно добиваться, выходить и защищать честь родного предприятия на таких больших соревнованиях. Рязанская нефтеперерабатывающая компания уже в четвертый раз стала хозяйкой регионального тура. Высокий уровень организации соревнований отметили все гости турнира. Однако уступать спортсмены не привыкли. И уже сегодня в упорной борьбе определятся лучшие из лучших. Они будут защищать честь родных предприятий в финальном туре. Целью создания Рязанского дома ребенка является оказание медицинской, педагогической, социальной помощи, а также воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории нашего региона. В том числе детей с нарушениями психики, дефектами физического развития, поражением центральной нервной системы и другими формами патологических состояний здоровья. И накануне Дня защиты детей, 31 мая, Политехнический университет преподнес ребятам разные сюрпризы. Ежегодно в Рязанский дом ребенка поступают от 150 до 170 детей. И к каждому из них педагоги с медиками относятся трепетно, отдавая много сил и тепла. 31 мая поделиться своей любовью решил и Политехнический университет. Для его студентов и педагогов этот визит стал первым. И пришли они не с пустыми руками. Мы, соответственно, сегодня подарили вот такие музыкальные ринги, значит, качели, обучающиеся тренажеры. Но основным подарком для Рязанского дома ребенка стал детский манеж для мальчика по имени Матвей. Малыша, который не может активно двигаться. У него врожденный порог нервной системы. Из-за своего лежащего положения его передвижения сильно ограничены. Мы вместе со студентами Политехнического института, университета подумали, что же необходимо для наших детей, что не выпускает в широких масштабах отечественная и неотечественная и зарубежная промышленность. И то, что мы получили на выходе, это, конечно, превзошло самое наше смелое ожидание. Потому что эти модули пригодны, как я уже сказала, и для развлечения, и для обучения, и для реабилитации детей-инвалидов. Пюпитр для планшета или зеркала и меняющий размер створки манежа – это еще не все плюсы. Деревянный манеж гораздо удобнее больничной кровати. При его разработке были предложены несколько идей, как со стороны студентов, так и со стороны медперсонала. По словам директора Политехнического университета Игоря Мурога, проекты должны быть не только реализованы, но и внедрены. Над этим манежем трудилось 17 студентов. И соорудили они его за два месяца. То, что они сегодня сделали для этих детишек – это вклад в развитие, это вклад в будущее. Потому что мы все сами из детства. Мы же вышли из детства. Поэтому и ребята с удовольствием эту работу выполнили. И будут теперь курировать все эти наши объекты, которые здесь. Ну и я надеюсь, что из студентов Политехнического института будут настоящие патриоты, настоящие люди. И хоть Политехнический университет впервые посетил Рязанский дом ребенка, наверняка будут и еще визиты. Ведь существует множество проектов, которые ждут своей реализации. И главное, что эти разработки полезны для детей. Благоустройство городских парков волнует большое количество людей. Зеленые территории стараются украшать цветами, а старое оборудование заменяют на новое. Свой подарок городу сделали и рязанские предприниматели. В день за четыре детей они открыли новую детскую площадку. Подробнее в нашем сюжете. Общаться, играть и развиваться. Делать это стало намного проще. Ведь в Центральном парке культуры отдыха рядом с Зеленым театром появилась новая детская площадка. Подарок городу сделали рязанские предприниматели. Группа компании «Зеленый сад», страховой дом ВСК, Центральное агентство недвижимости и компания «Дар». Открытие площадки приурочили к 1 июня, Международному дню защиты детей. В первый же день оценить ее успели десятки мальчишек и девчонок. Значение подарка отметила и администрация города. Олег Булеков вручил социально активным предпринимателям благодарственные письма. Я думаю, что только вместе мы сделаем наш город более красивым, более уютным, более комфортным для наших жителей. В создании площадки приняли участие не только бизнесмены, но и сами дети. Больше двух тысяч поделок они сделали для ярмарки, которая прошла 19 мая на улице Почтовой. Однако их оказалось так много, что продавать поделки будут в течение всего лета. Собранные средства пойдут на благоустройство территории около новой площадки и высадку многолетних цветов. Поэтому каждый горожанин может вложить частичку своей души в доброе дело. Все, что сделано своими руками, оно всегда нам дорого. И когда ребенок понимает, что эта площадка – частичка его труда, первого какого-то жизненного опыта, наверное, он не сломает ее, он будет к ней относиться с большей любовью. И хочется, чтобы таких площадок было у нас побольше. В ходе закрытого совещания предпринимателей Олега Булекова было решено расширить сотрудничество и сделать подобные акции ежегодными. Люди сейчас сплачиваются вокруг нашего города. Очень много примеров и озеленения, когда это делают не город, а сами люди. Очень много примеров, когда обустраиваются дворовые площадки. Это тоже делают сами люди, инициатив очень много людей. И в этом случае даже приятно, что мы за ними подтягиваемся. Социальная активность и любовь к родному городу помогают компании менять облик Рязани. Ведь у предпринимателей больше, чем у обычных людей, ресурсов для того, чтобы она оставалась самым прекрасным и гостеприимным городом. Отдыхать и жить в котором приятно как взрослым, так и детям. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? Так, 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Редактор субтитров А.Семкин